Расширение для Chrome от Letyshops.ru напомнит о кэшбэке перед покупкой в более 700 популярных магазинах и оповестит вас о проблемах с получением кэшбэка. Получи повышенный кэшбэк на 30%. Смотри в описании. Всем привет, ребят! Наконец-то забрал я планшет Xiaomi Mi Pad 2 на почте. Оценили его в 116 долларов, таблет ПК, доехал за 11 дней. Почтой Сингапур, да. Брал уже у своего же продавца, которого постоянно берут телефоны, планшеты, проверенный продавец. Все быстро доезжает, отлично пакует, ребят. Продавца советую. Никогда не подводил. Так, в пакете больше ничего. Выкидываем. Так, переходник также есть. В этом я не сомневался. Этот продавец никогда не забывает переходник положить. Так, пусть будет. Заказывал на Mi A.U. Всем, да? Не на Windows, а 16-гигабайтная версия. Ладно, давайте распаковывать. Прикольная коробка. Начали делать Xiaomi. Обновили. И вот он, наш красавец. Так, в комплекте сам планшет. Зарядное устройство. 5 Вольт, 2 Ампера. Кабель. USB. Тип-С, насколько я помню. Да, ребят, здесь уже у нас не микро, а тип-С. USB. Откладываем ее. Зарядить будет. Потом у нас в комплекте, что у нас здесь идет. Просто макулатура, да? Здесь просто макулатура. Ничего интересного нету здесь. И все. Вот, интересно, зачем вот делать такие вот коробки? Сюда же можно было наушники положить. Сюда еще что-нибудь. На Xiaomi пожадничали. Не комплектуют они планшеты наушниками, как и телефоны, в принципе. Так, ладно, зарядку кабель отложим. И давайте включать наш планшетик. Так, непривычно. Для меня он маленький, я привык к 9, ну, 9,7, 10 дюймов, 10,6. Так, это давайте отклеим сразу. Так, продолжаем видео. Решил оснять матовую пленку, потому что напортит весь внешний вид данного планшета. Естественно, между этим я установил пару приложений, типа Antutu, сделал тесты. Установил также пару игрушек, типа асфальт, танки. Уже успел даже поиграть, ребята. Поэтому можем теперь уже поговорить о данном планшете в данной распаковке. Итак, чем мне нравилась компания Xiaomi, что она всегда угадывала, какое надо железо установить, оптимальное, востребованное на рынке. И чтобы продукция была также востребована и продаваема по нормальной цене. Итак, по начиночке. Что у нас здесь установлено? Процессор 4-ядерный. Intel Atom X5 Z85-00. С тактовой частотой до 2200 МГц, ребят. Но в моем случае здесь показывают тесты, что здесь 2240 МГц. Совместно в паре с видеоускорителем Intel HD Graphic. Это, конечно, просто тютелька в тютельку, как надо собирать железо в данных устройствах. Оперативная память у нас 2 ГБ. Аккумулятор 6190 мА, но минимальная может быть 6010 мА. В принципе, для данного планшета вполне достаточно. С такой диагональю экрана. Диагональ у нас 7,9 дюймов. С разрешением 2048 на 1536 пикселей. Плотность пикселей у нас 326 ppi. Тоже отлично. Экран у нас вообще идеальный. Здесь до такой степени четкие картинки. На значках вы даже под микроскопом, наверное, не увидите эти пиксели. Поэтому я вот как не смотрелся, не смог высмотреть эти точки. Поэтому экран здесь, конечно, на высшем уровне, как всегда. Корпус у нас металлический, конечно. Сзади у нас 8-мегапиксельная камера с автофокусом, кстати, что очень классно. Шумоподавляющий микрофон. Вот одна, вот вторая. Я так и не понял, какая где. Ну, скорее всего, их два здесь. Снизу у нас решетки динамика. Динамики здесь, ребята, конечно, по жести они просто орут. Я в этом... У меня планшетов много было, достаточно много. И это планшет, который самый громкий, наверное, из тех, которые у меня были. Сверху у нас 3,5-минджек для наушников. С правой стороны у нас регулятор громкости и кнопка выключения. Снизу должно быть видно. Снизу планшета разъем тип-си для зарядки устройства и синхронизации с компьютером. Да, ребят, тип-си уже не микро-USB, а уже новые разъемы. Поэтому стандартные провода можете уже выбросить. Запасайтесь переходниками. В принципе, у себя не продает переходники, по-моему, там за доллар продает переходник с микро-USB на тип-си. И с левой стороны у нас абсолютно ничего. У нас корпус цельнометаллический. Полность крышка, она постоянно холодная. Ну, во время тестов, конечно, он нагрелся немножко. Но не так критично, как большинство устройств вообще других производителей. У меня получается 16-гигабайтная версия. В 16-гигабайтной версии устанавливали всегда Android 5.1 или 5.0 с оболочкой MIUI 7. В моем случае продавец постарался, установил стабильную прошивочку, которую не нужно будет уже обновлять. В принципе, она не сможет обновиться по воздуху, так как она русскоязычная, сделанная любителями, можно так сказать. Давайте перейдем в Onput-у, посмотрим, какие у нас результаты теста. Конечно, в этом видео покажем, как он звучит. Я думаю, вы удивитесь. Он очень громкий. Если, конечно, мой бетличный микрофон возьмет всю эту громкость, то, в принципе, я думаю, вы удивитесь. Планшет у нас набирает на данной прошивке. Я его не прошивал. Продавец как прислал. Планшет со стабильной русскоязычной прошивочкой. Так, я им их пользуюсь. 68300 с лишним баллов набирает. В принципе, результат, конечно, для планшета потрясающий или феноменальный, как его еще назвать. Минусы данного планшета нету GPS, не поддерживает сим-карты и, естественно, флеш-карты. 16 гигабайтов все, чем мы сможем воспользоваться в данном планшете. Если быть точным, то у нас по факту всего доступно 12 гигабайт. Ну, с учетом, что система занимает и там еще какие-то фишки. Также планшет не поддерживает NFC. Наверное, перейдем к звуку. Продемонстрирую вам, как он здесь звучит. Если здесь есть песни. Их вроде здесь нету. А, нет, одна есть. Я закачивал. Я не знаю, заблокируют. Но звук офигеть просто. Не знаю. Заблокируют, тогда вырежем. Ну, ребят, звук, конечно, здесь просто шикарный. Он чистый. Конечно, без басов. Но для планшета просто без всяких придирок. И продемонстрируем еще на всякий случай системные звуки. Потому что вдруг придется вырезать ту песню. И YouTube начнет ругаться. Так. У нас, кстати, здесь только уведомлений. Мелодии нету. Поэтому давайте простыми звуками насладимся. Он очень громкий, ребят. Заметьте, сейчас динамик не на микрофон, а идет вниз стола. Ну, может какая-нибудь песенка есть? Ну, какая-нибудь песня. Я думал, было слышно. Давайте сразу пройдемся, наверное, еще по камере. Автофокус здесь. Все дела. Все это есть. Я не знаю. Давайте фотографируем вот мелкий текст. Продемонстрируем, что автофокус здесь рабочий. Он, в принципе, сам реагирует. Если вот раз-раз. Раз. Выставил. Быстрый автофокус. Так, подальше. Вот, сделали фото. И посмотреть то самое фото. Фоткает, конечно, модуль хорошо. 8-мегапиксельный модуль. Здесь, ах, что-то картинка не хочет. Ну, четкость, ребят, сами видите. Не расплываются, ничего. Здесь камера, конечно, достойна. Ну, в целом мире я всегда доверял. Они всегда ставят железо нормально. В отличие от всяких телефонов и так далее. Что еще забыл сказать? Стекло, ребята, точно не знаю какое. Нигде не нашел, чтобы было написано, какое здесь стекло установлено. Поэтому за стекло я вам точно ничего не могу сказать. Может, Gorilla Glass 3, но непонятно. Одним словом. Отличный вариант. Да, нету лота для сим-карты. Ну, а на крайний случай раздавать с телефона. Это просто элементарные вещи. Я, в принципе, всегда так делаю, когда у меня нет планшета, например, с лотом для сим-карты. Если нужен, например, интернет где-нибудь там, я не знаю, сидите где-нибудь на природе. В телефоне, например, ловит там 3G или 4G. Включили точку доступа, раздается на планшет. Если вам нужен побольше экран. Посмотрите какие-нибудь ролики или фильмы или еще что-нибудь. В принципе, в этом я не вижу никаких проблем. По играм. Давайте еще включим сразу, наверное, асфальт 8. Ну, в принципе, на максималке я никаких глюков не заметил. Тормозов так же. Даже во время там аварии таких вот, взрывов, типа, не было фризов никаких. Давайте потише сделаем. Громкий планшет. Это, конечно, большой плюс для маленького этого малыша. Запустим какую-нибудь игрушечку. Так, чтобы вам было видно. Чтобы софтбокс не мешал. Так, буду управлять так, чтобы вам была картинка видна. Вот так направим. Ну, тормозов абсолютно никаких. Фризов не замечал. Даже во время таких самых динамичных моментов в самой гонке. Поэтому претензий к железу абсолютно никакого. Intel совместно с видеоускорителем Intel, они совместно вообще идеально работают. Так, сейчас нам направо, да, по идее. Так, потом туда. И сюда. Так, тормоз. Ну, ребята, я думаю, вы понимаете. Так, с кадра уже убегаю. Ладно, чтобы не заморачиваться, потому что неудобно держать так играть. Ну, я думаю, вы сами видите. Здесь никаких тормозов, никаких фризов, ребят. Поэтому планшет справляется с игрушками, даже не такими востребованными, которые требуют много оперативной. Видеоускорителя процессора. Они, в принципе, работают просто замечательно. Поэтому, ребят, что я могу сказать? К покупке, конечно, я могу посоветовать. Ну, это Xiaomi здесь никогда сомнений не было. Да, бывают сомнения в прошивках. Но это всегда мира такая, знаете, временная. Неудобство мира с корявыми прошивками, без русского языка. Но это всегда появляется с протяженностью какого-то времени, например. Там через месяц, через два уже есть как я разблокировать бутлоудер и как нормально поставить прошивку. И легкие способы. Все это появится. Возможно, я этим опять начну заниматься прошивками. Но пока у меня нету желания. Я просто захожу на форум 4PDA, вбиваю тему, какая мне нужна. И сразу сам по инструкциям все это делаю. Вот такие дела, ребят. Поэтому, если распаковка вам понравилась, не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на канал, делиться данным видосом. Планшет, конечно, ссылочка на планшет будет под видео на продавца. Замечательного продавца, который установил сразу русскоязычную прошивочку. С быстрой доставочкой и по нормальной цене. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok